Привет, друзья! С вами RC Scale Studio. Сегодня у нас на обзоре распаковки Tamiya CCO-1 Isuzu Mew Type-X. Tamiya производила данную модель в 1995 году, затем была снята с производства, и вот они решили переиздать данную модель ограниченной серии в 2018 году. Давайте взглянем на коробочку. В коробке изображен рентгеновский снимок шасси с передним открытым дифференциалом, задним мостом с возможностью блокировки дифференциала. На коробке присутствует наклейка о том, что в комплекте есть регулятор скорости, ну и, собственно, общий вид модели. Давайте откроем коробку, и уже будем смотреть, что у нас находится внутри. Сначала достанем все, потом скроем каждый пакетик и посмотрим более подробно. Начнем с колес. По традиции Tamiya колеса красивые и губовые. Позовитель заявляет, что они изготовлены по лицензии FIDIR, о чем есть соответствующая надпись на коробке. Следующим идет остекление. Состоит из двух частей. Это передняя секция, лобовое и боковые стекла. И задняя секция. Сзади секция состоит из части крыши, которая будет выкрашена в цвет кузова. Остальное останется в виде стекла. Далее у нас идет огромный пакет. В нем куча деталей. Видна смазка, мотор, пружины. Позже мы откроем этот пакет и все посмотрим более подробно. В следующем пакете находится регулятор скорости. Данный регулятор способен работать как с коллекторами, так и с бесколлекторными двигателями. Также откроем, посмотрим. Так, далее у нас идут ледники. На этом леднике у нас запаска. Откроем, посмотрим. На следующем леднике элементы подвески, задние рычаги, передние рычаги, решетки противотуманок, наконечники рулевых тяг, площадки для пружинных амортизаторов. Смотрим дальше. У нас идет пакет с колесными дисками. Также по традиции, там они под приклейку и также из пластика. Очень красиво и так подходит модель, но, к сожалению, не очень подходит мне. Листочек с гарантией. Ну и самое интересное, это кузов. Мы его обязательно распакуем, рассмотрим поближе. Выполним очень классно. Очень давно хотел данный кузов. Смотрим дальше. У нас идет пакет с пластиковыми шестернями. Это шестерня переднего дифференциала. Также два локера. Видимо, можно заблокировать и передний, и задний дифференциал. Посмотрим при сборке. Следующий у нас идет ванна шасси. На ней устанавливается передний подрамник с подвеской, задний мост, рычаги. А также все остальное. Ничего нового тут не придумано. На следующем виднике находятся элементы любого управления. Посмотрим попозже. Откроем пакетик. Уже видно сихабы, качалки. Традиционные, опять же, Томиевские пороги пластиковые. Видник с защитой переднего бампера. Моторама, хексы. Также откроем пакет, потом посмотрим более внимательно. Все выполнено из пластика. Литник с половинками заднего моста. А также верхняя крышка дифференциала переднего. Устанавливается на ваннук шасси. Ну и пакетик со стеклением фар. Это передние фары головного цвета и стеклышки противотуманных фар. Последний пакет у нас с мордой. Очень классная копийная решетка радиатора. Выполнена заодно с фарами и с накладкой бампера. Здесь же на ветничке также находятся корпуса зеркал и накладка заднего бампера. Завершает распаковку инструкции на английском языке. Очень подробно все описано. Все этапы постройки, подключение электроники, покраски кузова, цветовая схема, сборка колес. А также список запчастей в случае поломки и замены. Ну и конечно же листок с наклейками, где находятся все шильдики с кузова. Имитация поворотников. Фонарей, зеркал, черных элементов кузова. Но мы их будем выкрашивать, не будем их клеить. Также наклейки на колеса с надписью Goodyear Wrangler. Ну и немножко о дополнениях. На кузове задние фонари отлиты совместно с кузовом. Поэтому я приобрел прозрачные стекляшки от чехов. Буду вырезать и вставлять их. Давайте теперь распакуем пакеты. Начнем с морды. Очень прикольно, классно выполнено. Качество отливки, конечно, на высоте. Ну и давайте распакуем кузов. Устанем его из пакета. Отливка кузова отличного качества. Нет никаких заусенцев. Утяжен. Смещение форм. Дорабатывать ничего особо не нужно. Уберу только отверстие под антенну на крыше. И заднее отверстие под крепление стандартного к шасси. Ну и естественно вырежу фонари. И поставлю туда стеклянную имитацию, естественно, покрашенные. Соответствующие цвета. Давайте достану из пакета. Приложим и посмотрим, как это примерно будет выглядеть. Вот так это будет выглядеть. Перевернем. Ну и конечно же сделаем габаритные огни задние. Давайте соберем морду с кузовом. Посмотрим, как это круто выглядит. Я очень давно хотел этот кузов. Считался очень редким. Мне очень нравится. Теперь по пакетам более подробно начнем с ванны. Владельцы ЦЦ прекрасно ее знают. Ничего тут нового не придумано. Никакого велосипеда. Все та же ванна. С маркировкой на отливке Tamiya 1993 год. В следующем пакете у нас идет ледничок. На нем видно уже защиту бампера переднего. Сейчас все откроем, посмотрим. Здесь у нас также монтажные крепления кузова шасси. Площадка под регулятор скорости. А на втором леднике подрамник передней подвески, моторама, хексы и крышка дифференциала нижняя. Открываем следующий пакет. Здесь у нас половинки заднего моста. Устройство для установки пиньона на электродвигатель. И верхняя крышка переднего дифференциала, которая устанавливается внутри ванны. Все та же Tamiya 1993 год. Следующий пакет. Деталик побольше. Здесь у нас наконечники рулевых тяг. Опорные площадки пружиномортизаторов. Задние рычаги моста, передние рычаги. Решетки противотуманных фар. И кольца для регулировки преднатягу пружиномортизаторов. Следующий литник у нас с качалками. Servo Saver. И два C-Hub на переднюю подвеску. Левой и правой. Следующий типичный Tamiya пакет. В нем находится банальная стандартная Tamiya запаска, которая встает на все их кузова. Возвращаемся к колесам. Давайте распакуем. Отловим от линька один диск. Соберем одно колесо. Диски, как уже говорил, очень красивые. Но из пластика и под склейку. Достанем резину. Резина дубой некуда. Я, скорее всего, использовать не буду. Хочу примерить Микки Томсон МТЗ 1,55 на стандартных штамповках. Давайте соберем колесо, посмотрим, как это выглядит в сборе. Напомню, резина заявлена как официально лицензированный продукт от Goodyear. Клеить мне, наверное, даже и не обязательно. Сидит очень плотно. Внешне выглядит, конечно, хорошо. Но практически функции не выполняет. Откроем пакет с регулятором скорости. Регулятор скорости предназначен для работы как с коллекторами, так и без коллекторными двигателями. Причем без коллекторный двигатель можно использовать в сенсорном исполнении. Я его, наверное, не поставлю на модель. Посмотрим, как он себя будет проявлять во время эксплуатации. Естественно, нужно будет загерметить все. Хотя бы пластиком 71. И перепаять томийский разъем под АКБ. Откроем большой гигантский пакет. В пакете еще миллион пакетов мелких. И начнем смотреть. Первый пакет с каким-то крепежом, наверное, для проводов освещения. В следующем пакете элементы дифференциала. Выполнен из металла. Сателлиты, главная пара, полуоси, регулировочные шайбы и метизы. Следующий пакет с корпусами амортизаторов. Выполнен из пластика. Будем собирать. Далее пакет с клипсами и винтами. Пакет с приводами передней подвески, чашки, кости, шары, рычагов. И рулевый пакет. Пакет с метизами. Кстати, данный кит идет со втулками вместо подшипников качения. Я дополнительно отдельно заказал подшипники, но они еще не пришли. Следующий пакет, опять же, для сборки амортизаторов. Вот здесь у нас пружины, штоки и масло. Пакет с крепежом. Также баллонник, шестигранники с маской и втулки. И последний пакетик с коллекторным электродвигателем. Количество витков неизвестно. Думаю, что около 21. Друзья, я подготовил шасси MST-CFX. Хочу накинуть на него кузов. Посмотреть, как будет смотреться. База на шасси выставлена 242, что соответствует CC. На нее становится мой желтый рендер. Давайте посмотрим, как смотрится на ней кузов. Выглядит вполне неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Поставил рядом со своим TLC-70 для сравнения размеров. Друзья, всем спасибо за просмотр. Покупкой очень доволен. Будем собирать шасси и снимать новые серии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.